Работы фотохудожника Евгения Куликова, созданные в наши дни во время реконструкторских баталий, удивительным образом передает все те эмоции и ощущения, которые могли испытывать солдаты Великой Отечественной. И то, что художник сумел выделить и запечатлеть такие очень яркие моменты, это показывает, ну, во-первых, практически натурно военный быт, военные тяготы войны. И заставляет еще раз посмотреть и задуматься. Выставка наглядно доказывает, реконструкторы наряду с поисковыми отрядами делают одно большое дело. Воскрешают историческую память поколений, исследуют наше прошлое, пытаясь понять его подлинную суть. Люди пропускают через себя, получают новые впечатления, которые обогащают человека и позволяют осознать то, что происходило. Хочешь, не хочешь, а уже когда у тебя в руках карабин или ток, и все, у тебя тяжесть соответствующая, подсунутность, скатка через плечо, все это именно так. Судя по реакции зрителей, пришедших на открытие выставки, ее создателю удалось мастерски передать саму атмосферу первого и самого трудного года войны. Он, конечно, не участник войны, но тем не менее он проникся этой ситуацией настолько, что в каждой фотографии видно, что подчеркнут именно тот эпизод, который полностью отражает события, которое могло проходить именно в те годы Великой Отечественной войны. Выставка «Ни шагу назад» уже побывала в Москве, Туле и Калуге. Заказчиком стало Министерство культуры и Российское военно-историческое общество. Проект обращен в первую очередь к молодежи, поскольку одной из своих главных задач ставит воспитание патриотизма. Подобного рода выставки, они, с одной стороны, возвращают нас к исторической памяти нашей, а с другой стороны, обуждают интерес у молодых зрителей к вот этой тематике военно-исторической. Чтобы показать проект «Ни шагу назад» орловчанам, ближе к юбилею города и в полном объеме, уже сейчас ведутся переговоры с автором выставки. После того, как мы закончим экспонировать ее здесь, какое-то время еще постараемся показать ее широкому кругу зрителей. Думаю, что это будет в Криевическом музее. Андрей Турбин, Сергей Руднев, телеканал Первый областной.